Техническое описание кода неисправности OBD2 – высокий уровень цепи управления обогревателя редуктора C. Что это значит? Этот диагностический код неисправности – DTS – является общим кодом трансмиссии и применяется ко многим дизельным автомобилям OBD2. С 1996 года выпуска – это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Ford, Mercedes-Benz, Sprinter, Audi, Ram, Chevrolet, Dodge, BMW, GMS и т.д. Сохраненный код P20S4 означает, что модуль управления трансмиссией PSM обнаружил избыточное напряжение в цепи управления бортового нагревателя-восстановителя, обозначенного буквой S. Это обозначение используется, когда используется несколько нагревателей-восстановителей, обратитесь к конкретному автомобилю, руководство по ремонту, чтобы определить, какая цепь для вашего приложения, каталитическая система отвечает за снижение, в основном, всех других выбросов выхлопных газов, хотя некоторые применения также оснащены ловушкой для NOX, системы рециркуляции выхлопных газов и GR, делают еще один шаг в сокращении выбросов NOX. Тем не менее, сегодняшние более крупные и более мощные дизельные двигатели не могут соответствовать строгим федеральным, США, нормам выбросов только с помощью и GR, дизельного сажевого фильтра, каталитического нейтрализатора и ловушки NOX. Именно по этой причине были изобретены системы селективного каталитического восстановления, SKV, системы SSR впрыскивают восстановитель или дизельную выхлопную жидкость, DF, выхлоп перед дизельным сажевым фильтром и, или каталитическим нейтрализатором. Точно синхронизированный впрыск DF повышает температуру фильтрующего элемента и позволяет ему работать более эффективно, это продлевает срок службы фильтрующего элемента и позволяет выбросить меньше вредных выхлопных газов в атмосферу. Вся система SSS контролируется и контролируется либо PSM, либо автономным контроллером, который взаимодействует с PSM, в любом случае, контроллер контролирует датчики O2, NOX и температуры выхлопных газов, а также другие входы, чтобы определить подходящее время для впрыска DF восстановителя. Точный впрыск DF необходим для поддержания температуры выхлопных газов в пределах приемлемых параметров и оптимизации фильтрации загрязняющих веществ. Нагреватели-восстановители используются для предотвращения замерзания дизельной выхлопной жидкости при экстремальных температурах. Эти нагреватели обычно расположены в резервуаре DF и, или шланге, шлангах подачи инжектора-восстановителя, если PSM обнаруживает избыточное напряжение в цепи управления нагревателя-восстановителя C, код P20S4 будет сохранен, и может загореться индикатор неисправности. Нагреватели-восстановителя могут находиться внутри бака DF, пример показан здесь, какова серьезность этого кода неисправности. Сохраненный код P20S4 следует считать строгим и адресованным как можно быстрее система SSR может быть отключена из-за этого, повреждение катализатора может произойти, если условия, которые способствовали сохранению кода, не будут своевременно устранены, каковы некоторые из симптомов кода. Симптомами кода неисправности P20S4 могут быть, снижение производительности двигателя, чрезмерный черный дым от выхлопных газов автомобиля, снижение эффективности использования топлива, другие коды, связанные с SSR, каковы некоторые из распространенных причин кода. Причинами этого кода могут быть, неисправный нагреватель восстановителя, обрыв или короткое замыкание в цепи управления нагревателем восстановителя, неисправный датчик температуры восстановителя, неисправный контроллер SSR, PSM или ошибка программирования, какие шаги по устранению неисправностей P20S4. Для диагностики кода P20S4 вам потребуется доступ к диагностическому сканеру, цифровому вольтметру, ометру, DVOM и источнику диагностической информации, специфичной для автомобиля, если вы можете найти технический бюллетень обслуживания, TSB, который соответствует году выпуска автомобиля, марки и модели, а также размер двигателя. Сохраненный код, СС и показанные симптомы могут дать полезную диагностическую информацию, вам следует начать диагностику с визуального осмотра жгутов и разъемов системы подогревателя, сгоревшая или поврежденная проводкой, или разъемы должны быть отремонтированы или заменены, прежде чем продолжить, для этого подключите сканер к диагностическому разъему автомобиля и получите все сохраненные коды и соответствующие данные стоп-кадра. Запишите эту информацию перед очисткой кодов и проверяйте управление автомобилем, пока PSM не перейдет в режим готовности или код не будет сброшен, код прерывистый и может быть намного сложнее диагностировать. В настоящее время, если PSM входит в режим готовности, в этом случае условия, которые способствовали сохранению кода, могут ухудшиться. Прежде чем будет поставлен точный диагноз, если код будет сброшен, выполните поиск источника информации о транспортном средстве, чтобы получить диагностический блок схемы, схемы выводов разъемов, виды лицевых разъемов, а также процедуры и спецификации тестирования компонентов. Эта информация потребуется для завершения следующего шага вашего диагноза, используйте DVOM для проверки питания системы управления SSR, проверяйте плавки и предохранители с загруженной цепью, чтобы избежать ошибочного диагноза. Если обнаружены соответствующие цепи питания, напряжение аккумулятора и заземления, используйте сканер, чтобы активировать нагреватель и «восстановителя» и проверить выходное напряжение цепи управления Если напряжение недостаточно, предположите, что контроллер неисправен или произошла ошибка программирования, если выходная цепь напряжения находится в пределах параметров, используйте DVOM для проверки соответствующего нагревательного элемента восстановителя. Если нагреватель не соответствует спецификациям производителя, подозревайте, что он вышел из строя, если этот код выставлен в теплую погоду, подозревайте, что произошла ошибка программирования.